Понятно, что надо восстанавливать, зачищать, подкрашивать. Главный архитектор Балаковского филиала АО «Апатит» Александр Никулин осматривает общественные территории, которые благоустраивались на средства компании «Фосагра». Балаковский пляж в первом микрорайоне – один из важных проектов. Раньше здесь не проводились никакие глобальные работы, но благодаря химикам место для отдыха преобразилось. Появились раздевалки, души, злонги, площадка для пляжного волейбола и многое другое. Поэтому и внимание к пляжу пристальное. В том году, получается, тоже выполняли локальный ремонт по данному покрытию. Протянули его, вроде бы живое, пережило еще одну зиму. Соответственно, я думаю, тоже все замечания дадим и купальному сезону устраним. Этот объект был сдан в 2021 году. Можно сказать, прошел испытание временем. И если какие-то строительные дефекты здесь можно предугадать и устранить, поняв причину их появления, то действия вандалов всегда непредсказуемы. От их рук, увы, конструкции на благоустроенных объектах страдают постоянно. Как раз сейчас сотрудники комбината благоустройства на пляже завершают ремонт кабинок для переодевания. Неизвестные отломали доски, расписали стены нецензурными выражениями. Дефекты, которые появляются не от усталости конструкции. На сегодняшний день уже частично у нас устранены данные дефекты. То есть восстановлены у нас покрытия и на зонах переодевания. Также мы дадим свои рекомендации по проходным дорожкам, потому что дорожки – это будет основной источник травматизма, если их не привести в достойное состояние, в достойный вид. В этом году компания «Фосагра» вновь выделила на благоустройство Балакова 100 миллионов рублей. Работы на некоторых объектах уже начались. На пересечении улиц Ленина и факела социализма молодые строители-комсомольцы пяти всезоюзных ударных комсомольских строек внимательно наблюдают за тем, как их современные коллеги приводят в порядок территорию вокруг памятника. Были уже видимые повреждения, отслаивалась плитка, отслаивалось покрытие. То есть частично это уже небезопасно было и для самих посетителей. Тем более здесь постоянно находятся дети. Поэтому в этом году в рамках наших выделенных средств «Фосагра» одно из решений – это было по реконструкции данной площади. Фонтан и основной памятник строителям здесь останутся в прежнем виде. А остальные элементы на территории изменятся. Александр Никулин уверен, что при правильном укреплении конструкций они прослужат долго. Стандартно красный кирпич, он может стоять и годами, и десятилетиями. Мы видим с вами дома, которые у нас находятся в нашей исторической части города, которые до сих пор сохранились. Все зависит, конечно, от того, как его защитить. Мы со своей стороны опять же будем прорабатывать вопрос с городом, давать рекомендации по выполнению наиболее эффективного ремонта, так, чтобы можно было потом не возвращаться уже к данным конструкциям на протяжении длительного срока. Кипит работа и вокруг детского сада номер 70. Здесь ремонтируют дороги и тротуары возле ближайших шести домов. А на улицах Шевченко и Малой вокзальной приступили к установке фонарей, которые будут освещать пешеходные дорожки. В этом году при поддержке Фосагра в парке Центральный появятся малые архитектурные формы, лавочки, топиарии и арт-объекты. Еще один проект с заделом на будущее. Часть средств химики направят на проектную документацию благоустройства Аллеи Героев, чтобы к 80-летию Победы привести в порядок это знаковое место.